Экономический показатель, рост валового внутреннего продукта, он за 10 месяцев текущего года составил 0,7%, ну где-то будет, может быть, 0,6%. Сальдо торгового баланса выросло на 13,3 миллиарда долларов и составило 148,4 миллиарда долларов. После прошлогодней паузы немного ускорилось промышленное производство. За январь-октябрь прирост составил 1,7%. На низких значениях находится и уровень безработицы. Он у нас колебался, опускался даже ниже 5%, сейчас где-то в районе 5,5, может быть, и 1. Продолжает развиваться аграрно-промышленный комплекс. Думаю, что по результатам года его рост составит 3,3%. И, как вы знаете, в этом году у нас рекордный урожай – 104 миллиона тонн. Несмотря на все турбулентности на финансовом рынке, федеральный бюджет в этом году будет свёрстан с профицитом. То есть доходы будут превышать наши расходы на 1,2 триллиона рублей. Это примерно 1,9% ВВП. Там Минфин ещё досчитывает. Посмотрим. То, что бюджет будет профицитным, это точно. Главным итогом года в социальной сфере нужно назвать, конечно, позитивную демографическую динамику. Естественный прирост населения за 10 месяцев, 37,1 тысячи человек, у нас снижается смертность и увеличивается рождаемость. Это очень хороший тренд, и, безусловно, нужно сделать всё для того, чтобы его сохранить. Как мы и обещали, мы продолжаем индексировать материнский капитал. В 2014 году он составил 429 тысяч 408,5 рублей. Достигнуты и превышены установленные на 2014 год целевые соотношения заработной платы по 10 категориям работников. Вы знаете, о чём идёт речь. Это, прежде всего, педагоги школ, учреждения дополнительного образования, социальные педагоги, преподаватели вузов, врачи, средне-младший медперсонал, работники учреждений культуры. В 2014 году были дважды проиндексированы пенсии с 1 февраля на 6,5% и с 1 апреля ещё на 1,7%. Большое внимание в этом году мы уделяли повышению боевых возможностей и боеспособности вооружённых сил. В 2014 году постоянное жильё получили 11 700 военнослужащих Министерства обороны. Служебным жильём обеспечено 17 300 военнослужащих. Это 100% от запланированных годовых показателей.